Одна из самых загадочных глав романа. Но, тем не менее, за мной, читатель. Кто сказал тебе, что нет на свете настоящей, верной, вечной любви? Да отрежут лгуну его гнусный язык. За мной, читатель, только за мной. И я покажу тебе такую любовь. Нет, мастер ошибался, когда с горечью говорил Иванушке в больнице в тот час, когда ночь перевалилась через полночь, что она позабыла его. Этого быть не могло. Она его, конечно, не забыла. Итак, уважаемые участники, дождавшиеся прямого эфира. Скажите мне, есть на свете настоящая, вечная, верная любовь? Можно верить Булгакову и говорить, что да? Как думаете вы? И что она такое? Настоящая, верная, вечная любовь? Где и как она может быть? Возлюбленную его звали Маргаритову Николаевну. Все, что мастер говорил о ней, было сущей правдой. Он написал свою возлюбленную верно. Она была красива и умна. К этому надо добавить еще одно. С уверенностью можно сказать, что многие женщины все, что угодно отдали бы за то, чтобы применять свою жизнь на жизнь Маргариты Николаевны. Бездетная, 30-летняя Маргарита была женой очень крупного специалиста, к тому же сделавшего важнейшее открытие государственного значения. Муж ее был молод, красив, добр, честен и обожал свою жену. Маргарита Николаевна со своим мужем вдвоем занимали весь верх прекрасного особняка в саду в одном из переулков Близарбата. Очаровательное место. Всякий может в этом убедиться, если пожелает направиться в тот сад. Ну, сейчас сразу скажу. Нет того сада и того особняка. И убедиться в этом может не каждый. Но поверим Булгакову и последуем за ним дальше. Словом, она была счастлива ни одной минуты. С тех пор, как 19-летняя, она вышла замуж и попала в особняк, она не знала счастья. Боги, боги мои, что же нужно этой женщине? Что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонечек? Что нужно было этой чуть косящей на один глаз ведьме, украсившей себя тогда весною мимозами? Не знаю. Мне неизвестно. Очевидно, она говорила правду. Ей нужен был он, мастер, а вовсе не готический особняк и не отдельный сад и не деньги. Она любила его, она говорила правду. Даже у меня, правдивого повествователя на постороннего человека, сжимается сердце при мысли о том, что испытала Маргарита, когда пришла на другой день в домик мастера, по счастью не успев переговорить с мужем, который не вернулся в назначенный срок и узнала, что мастера уже нет. Она сделала все, чтобы разузнать что-нибудь о нем и, конечно, не разузнала ровно ничего. Тогда она вернулась в особняк и зажила на прежнем месте. В тот самый день, когда происходила всякая нелепая кутерьма, вызванная появлением черного мага в Москве в пятницу, когда был издан обратно в Киев дядя Берлиоза, когда арестовали бухгалтера и произошло еще множество других глупейших и непонятных вещей, и Маргарита проснулась около полудня в своей спальне, в она выходящей фонарем в башню особняка. «Я верую!» «Не верю, а верую!» Шептала Маргарита торжественно. «Я верую!» «Что-то произойдет!» «Не может не произойти!» «Потому что за что же в самом деле мне послана пожизненная мука?» «Сознаюсь в том, что я лгала и обманывала, и жила тайной жизнью, скрытую от людей. Но все же нельзя меня за это наказывать так жестоко. Что-то случится непременно, потому что не бывает так, чтобы что-нибудь тянулось вечно. А кроме того, сон мой был вещей, и за это я ручаюсь». Сейчас мы доберемся и до сна Маргариты Николаевны. И тем не менее, кто-нибудь ответил? Вот Дима Эспрессо пишет «Любовь есть». «Яфая» говорят «Есть такая любовь». «Пелина есть, да не про нашу честь». «Анна 13» – это когда душа любит душу, а все остальное приложится. «Натура сонат есть и будет всегда». «Что она такое?» «Эта самая любовь, которая есть и будет всегда». Очень точно я начал с этого рисунка в замечательных афортах Андрея Харшака. Смотрите, есть Маргарита и есть пустая половина. Пустая половина, которую нельзя заполнить ничем, кроме каких-то теней, тяжей, которые мерещатся в темноте. Маргарите, она потеряла половину. Потеряла половину души. И это настолько банально и настолько очевидно, что, может быть, не требует какого-то специального разговора. Вот «Селена». Мой постоянный соавтор и корреспондент с тех еще давних-давних времен на Радио России. «Вечной любви не бывает», – пишет она. «Скорее всего, здесь опять пойдет разговор об аниме и анимусе». Ну, наверное, да. Вряд ли Булгаков знал эти термины. Они уже существовали ко времени окончания романа, вовсю существовали. Но, увы, далеко не в нашей стране. Вот что она пишет дальше. «Маргарите скучно, у нее все есть, все, и не о чем больше мечтать. И скука от этого очень большая». И вот встреча с мастером с верхнего этажа, из огромной квартиры, от умного, любящего, заботливого супруга в подвал, в маленькие комнатки, заваленные книгами, к нервному, погруженному в свой мир писателю. Он становится ее щелью в плотно забитом мире аккуратно составленных пазлов. Спасибо большое, Селена. Она смотрела предыдущий эфир «По скуку». Она начинает действовать, она обретает смысл своего существования, обретает большую целостность. Вон как меняется, ведьмой становится. Настоящая, верная, вечная любовь. Кто сказал, что ее нет, пусть отрежут лгуну его гнусный язык. Смеется Булгаков, смеется над нашей тайной и глубоко скрытой или плавающей на поверхности верой в вечную и верную любовь. Пап пафосно призывает нас следовать за ним, обещает страшную кару гнусным лгунам. Знает, улыбнемся мы и пойдем за ним. Не веря ни в верность любви, ни в ее вечность, опыт подсказывает, что это не так. И в вере, и в вечность любви, и в ее верность, не признаваясь себе в этой вере, пытаясь скрыть ее под обломками разочарования, цинизма и уиронии. Иначе не улыбался бы этот булгаковский призыв в нас усталой, ироничной улыбкой, прикрывающей робкую, давно спрятавшуюся в глубины души, в самый укромный ее уголок надежду. Маргарита, имеющая абсолютно все, что мечтается иметь для счастливой жизни, была несчастлива. Она откровенно скучала, гуляла с мимозами, надеясь, что встреча произойдет. И она произошла и изменила жизнь Маргариты. Маргарита начала в этой своей жизни быть. Ей самой ее душе нашлось место в маленькой полуподвальной коморке мастера. И это место и внесло смысл в ее жизнь, который давно исчез из того набора вещей и условий, которые она заимела после замужества. Иметь или быть? Маргарита имела все для счастья, но не была счастливой. Когда она выбирает быть счастливой, она оказывается перед выбором отказаться от всего, что имеет, или скрывать свое бытие. Скрывая свое бытие, оно, счастье, смысл, мастер, начинает метаться в тревоге и заболевать. И вот почему, чтобы все вернуть, нужна сделка с нечистой усилой. Это ведь тоже какая-то наша изначальная глубинная убежденность, которую Булгаков и использует, устроя встречу Маргариты и Азазела и приведя нас на нее в конце первой главы и второй части романа. Спасибо большое, Селена. Ну, правда, я хочу сказать, что ваши размышления очень точны и очень глубоки. И вечная любовь была. Была, есть и будет, и пребудет во веки вечная. По той простой причине, что вечная любовь – это и есть человеческая душа. Собственно говоря, это и есть перевод слова «анима», если вы помните. И все многократно и гораздо сложнее. Вечная, в прямом смысле этого слова «вечная» для нас любовь, такая, как любовь Данте к своей Беатриче, бывает и живет вечно, поскольку это жизнь человеческой души. Помните? Мы находимся внутри одной головы. Внутри головы. Внутри головы Булгакова. Там, внутри одной головы, и бывает эта самая вечная и бесконечная, и верная, и преданная любовь. Она очень часто не между реальными телами мужчины и женщины, она внутри головы одного из нас. Как это было в случае Данте, да? Мы очень много когда-то на радио особенно много говорили о том, что же за любовь, которой Данте любил Беатриче. А бытие души начинается тогда, когда возникает эта любовь. Она порой, эта вечная любовь, лишь стимулируется внешним объектом, как это было в случае Данте. А мастер и Маргарита, существа, помните, кто-то во время наших обсуждений сказал, что мы находимся внутри бреда Ивана Бездомного. И мастер и Маргарита лишь посещают роман, они как бы задевают его крылом. Они призрачные, как и их вечная, преданная и верная любовь. Бывает ли она в жизни между двумя телами, физическими телами мужчины и женщины? Бывает. Очень редко, но бывает. Мужчинам и женщинам, в общем, несмотря на все их усилия, не удается остаться молодыми. И поэтому вечная любовь, преданная и верная, как любовь Ромео и Джульетты, требует немедленной смерти. Разве нет? Потому что с годами что-то меняется, и она становится чем-то другим. Не той страстной любовью, о которой тоскует Маргарита. Они призрачные, эти два героя. И поэтому я думаю, что они и для Булгакова не совсем реальны. Я думаю, что они гностический портрет человеческой души, которым спустя почти два тысячелетия воспользуется Карл Юнг, когда будет писать об аниме и об анимусе. И само это его учение гораздо мистичнее и глубже, чем то, что удается пересказать в каком-то кратком разговоре. Душа обретает свое бытие, просто бытие, когда она обретает любовь. Я уверен, что мы имеем дело не просто с мистическим романом, как говорил Булгак. Я абсолютно убежден в том, что мы имеем дело с романом гностическим. Потому что только гностик мог взять на себя право так упростить события Евангелия от Иоанна, как сделал это Булгаков. И знаменитый лозунг у Ешуа Ганоцри о том, что каждый человек добр, о котором мы уже начинали и продолжали разговор. Это лозунг гностический. Помните? Искра духа, упавшая в грязную материю, должна освободиться из плена для того, чтобы вернуться к Богу, к добру, к свету. Собственно говоря, это одна из тем романа, к чему и как может вернуться погрязшая в материи и тлене душа. Разве нет? Есть удивительный и странный художник-монах, живущий на Афоне. Грек Кириллос Винниадис. Греки его очень ценят и любят этого художника. И он, по сути своей, по сути своего творчества, последний гностик, последний художник-гностик, которого я знаю. И видите, здесь соединены Дева Мария и похоть. И сатана работает кем-то вроде Акушера. Почему? Ну, потому что Воланд, Фаланд, князь мира сего, человек, который становится реальным, выходя из женского чрева, попадает во власть дьявола. Женщина и дьявол, женщина и Бог связаны непрерывной тайной связью с начала времен, по крайней мере, с начала сознания. По той простой причине, что женщина в самом прямом и непосредственном смысле создает реальность человеческого существования. Она мать. Она определяет реальность. А реальность эта полна боли и зла. Ведь черная ангела, ее властелин, и Бог, Бог убит Пилатом или Воландом, наблюдавшим сцену суда. На балконе. История Маргариты – это история одной из главных сторон человеческой души. У гностиков. Помните, наверное, евангельскую притчу о женихе? Жених там, несомненно, сам Христос, спаситель. А невесты – глупые и умные. И это два состояния человеческой души по отношению к той самой реальности, о которой Кирилл Освиниадис. Маргарита, при всей моей страстной мужской любви к этому образу, отнюдь не ангел. Помните, она будет мстить совершенно незнакомым ей людям, критику Латунскому, литератору Лавровичу. Грешно их, правда, называть людьми. Ну, почему грешно? Ну, потому что это люди лгущие, а стало быть, трусливые, а стало быть, лишенные любви. Шмастером она, конечно же, изменяет мужу. Более того, любовник исчез, а в этой же главе на лавочке, помните, она скажет, почему я, собственно, прогнала этого мужчину? Мне скучно, а в этом Лавеласе нет ничего дурного. В ранних редакциях романа есть и более изощренные описания Маргариты. Вот, цитата. Грозди винограда появились перед Маргаритой на столике, и она расхохоталась. Ножкой вазы служил золотой фалос. Хохоча Маргарита тронула его, и он ожил в ее руке. Тут подсели с двух сторон. Один мохнатый, с горящими глазами, прильнул к левому уху, и зашептал непристойности. Другой фрачник привалился к правому боку и стал нежно обнимать за талию. «Ах, весело!» кричала Маргарита. И вообще, что нужно было этой женщине, в глазах которой всегда горел какой-то непонятный огонек? «Ах, право!» Дьяволу бы заложило душу, чтобы только узнать, жив он или нет. И та же Селена напишет, что она сама, сама призывает Азазела. Кто такие мастер и Маргарита? Это два начала, без которых душа человеческая не может существовать. Если вам хочется, называйте их анимой и анимусом. Проблема в том, что мастер не анимус. Он скорее дух. Дух Божий. Он пневматик, как сказали бы гностики. Какое это начало дьявольское или божественное? Или они оба, как говорили мы, объединяющиеся в каком-то главном знании о мире и человеке? Пишет Откровение Вдохновенный роман о Ешуа, Ганоцре и Понтии и Пилате, истину которого подтверждает единственный свидетель. И он, конечно же, не от мира сего. Он слаб, он не ориентируется в окружающей жизни. Он давно забыл все, что было с ним до написания романа, свою работу, свою жену, помните, эту, как ее звали, Аннушка. Он чистый дух, лишенный всяких взаимоотношений, лишенный всякого взаимоотношения с реальностью. И он совершенно не случайно, расставаясь с Маргаритой, счастливо уходит в психбольницу. Он как бы без Маргариты не существует. его душа частично разорвана. Он псих по той простой причине, что он не полон. или ему нужно вместилище, в которое он может войти и только тогда может взаимодействовать с реальностью, только тогда может родиться в ней, только через женщину это возможно. Она сосуд, который собственно говоря и создает реальность подходящую для существования этого духа. Она тяжелый сосуд и изначально она вне всякого сомнения блудница. Есть странные факты, не менее странные, чем само существование романа Мастера Маргарита, чем то, что рукописи не горят. На свете существует библиотека Накхамади. Это вы знаете, наверное, это собрание кодексов рукописных книг из папируса, которое было обнаружено в 45-м году в районе селения Накхамади в Египте. Тексты написаны на коптском языке, а датируются они, тексты, между прочим, первым, третьим веком нашей эры. То есть, часть этих текстов старше, чем тексты, вошедшие в четверо Евангелия, в постоянный кодекс Нового Завета. Целиком они так не переведены, не изданы, и вообще есть большие сложности с анализом этих рукописей. Хотя, наверное, они очень много открывают и могли бы открыть нам про раннее или подлинное настоящее христианство. Среди этих кодексов есть датирующийся сейчас, вторым веком нашей эры, кодекс, который называется толкование о душе. Начинается он такими словами. Мудрецы, которые были до нас, назвали душу женским именем, и действительно, она женщина по своей природе, имеющая даже свое чрево. Находясь у отца, была она, мне по книге легче считать, находясь у отца, была она девственницей, а когда упала в тело и вошла в эту жизнь, тогда оказалась в руках многочисленных разбойников, и наглецы перебрасывали ее друг к другу и осквернили ее. Одни пользовались ею насильно, другие же убеждали ее ложным даром, одним словом они оскверняли ее. Она потеряла свою девственность и стала блудницей, отдаваясь каждому и думая о каждом, кто соединится с ней, что это ее муж. После она тяжело воздыхала и каялась, но отворачиваясь от одного прелюбодея, спешила к другому. Каждый вынуждал ее быть с ним на ложе и служить ему как господину. Из-за стыда она не смела больше их остановить, а они лгали, будто очень ценят ее, как мужья верные и истинные. После всего этого они оставляли ее и уходили. В конце концов она стала несчастной вдовой, не имеющей помощи ни даже крупицы пропитания, ибо ничего не получила она от них, кроме осквернений и плодов прелюбодеяний глухих, слепых, больных и немощных детей. Когда отец пришел и увидел ее, воздыхающую в страданиях и позории, кающуюся в блуде, она умоляла, спаси меня, отец, посмотри, что со мной соделаюсь, исповедуясь, что покинула дом и бежала из девичьего покоя, снова возврати меня к себе. Она начала напрягаться как роженицы в момент рождения, как роженицы, простите, в момент рождения ребенка корчатся в потугах, но поскольку она женщина, она одна не может родить ребенка, поэтому отец пообещал с небес послать ей мужа, который брат ее первородный. Оставила она свой прежний блуд, очистилась от осквернений любовников и обновилась для брака. Очистила она себя в брачном чертоге, наполнила его благовониями и села внутри его, высматривая жениха истинного. Больше не спешила на площадь, чтобы соединиться с тем, кого пожелает, но осталась, высматривая его и боясь, ведь не помнила, как выглядит брат ее, но даже грезила о нем, как все влюбленные женщины. Жених по воле отца спустился к ней в приготовленный брачный чертог и украсила его. Ибо этот брак происходит не как плотский брак, когда, соединившись друг с другом и сбросив бремя страсти как нож, у муж и жена переворачиваются, не глядя друг на друга. В этом браке, достигнув соединения друг с другом, они становятся одной жизнью. Мало по малу она познала жениха своего и опять стала радоваться, плача перед ним, вспоминая позор прежнего вдовства. И еще больше украсила себя, чтобы ему было приятно находиться возле нее. Она знала, что должна отвернуться от толпы ложных любовников, среди которых прежде находилась и устремилась к истинному царю своему и возлюбленному. И это и есть одна из самых известных историй из агностической Софии о премудрости Божьей. Вы же помните, наверное, по крайней мере, я так часто цитировал эту часть притчи Соломоновых. От века я помазана от начала прежде бытия Земли. Я родилась, когда еще не существовали бездны, когда еще не было источников обильных водою. Я родилась прежде, нежели водружены были горы прежде холмов, когда еще он не сотворил ни земли, ни полей, ни начальных пылинок Вселенной. Когда он уготавлял небеса, я была там, когда он проводил круговую черту по лицу бездны, когда утверждал верху облака, когда укреплял источники бездны, когда давал морю устав, чтобы воды не переступали пределов его, когда полагал основание земли, тогда я была при нем художницею и была радостью всякий день, веселясь перед лицом его и все время веселясь на земном кругу его. И радость моя была сынами человеческими. Итак, дети, послушайте меня, и блаженны те, которые хранят пути мои. Софии. Перед нами я имею ввиду мастера и Маргариту пути пути Софии премудрости. Ее пути к созиданию цельной человеческой души. Сначала она попадает в грязь и блудит, поскольку верит всем обещаниям, а потом начинает отличать что-то подлинное. Сначала она ищет любовь не там, где надо, в том числе меняя ее за деньги, меняя ее на деньги. Именно так это будет выглядеть в Библии. Страстно желая отыскать своего истинного возлюбленного, она живет сложным женихом, у нас наоборот, она живет сложным мужем, в страхе уйти от него. В Наасенском псалме сказано окруженная злом, она не видит выхода. Сбившись с пути, она попала в лабиринт. И это олицетворение бессознательного, досознательного существования души. Потом возникает посвящение. Ее навещает отец. который, помните, в книге Иова вполне себе доброжелательно на равных общается с Люцифером. Я хочу сказать, что гностические писания, которые я сейчас цитирую, которым, несомненно, принадлежат рукописи на Кахамаде, для, я предпочитаю слово буквалистского, для буквалистского, для буквалистского христианства, и вообще гностики, они были сатаной. Встретив мастера Маргарита и мы это, вот она тоскует у Аниты георгиты, очень эстетично, это уже сон. А вот такая очень простая Маргарита дрожит над рукописью на картине Питера Сюарта. Встретив мастера, она переживает метаною, перемену сердца, покаяние. Когда все на свете кажется утраченным, возникает внезапное ощущение божественного присутствия, сожаление о следовании по дурному пути и зов о помощи. Когда же она почувствует мучения, в которых пребывает восплачет к отцу и покается, когда отец милостивится над ней и отвратит ее чрево от внешней стороны и снова повернет ее внутрь, так что душа обретет свое первоначальное состояние. Ибо душа не как женщина. Это я продолжаю все тот же трактат читать. Ведь чрево тела находится внутри тела, как и прочие внутренности. Чрево же души повернуто наружу, как и естество мужчины, которое находится снаружи. Но когда чрево души по воле отца обратится внутрь, оно получит крещение и немедленно очистится от внешней скверны, которая была запечатлена на ней, как и одежды, если они грязные, кладут воды и поворачивают до тех пор, пока грязь с них не будет убрана и не очистится. очищение души состоит в том, чтобы она обновила свое первоначальное естество и обратилась к себе самой. Психическим уровнем посвящения исследователи гностицизма это называют. Не знаю, наверное, я сложноват сегодня, что ли. Маргарита тоскует по-своему внутреннему, потому, что она встретила и потеряла он, мастер одновременно и внешнее и внутреннее, он необходим ей для того, чтобы ее душа стала подлинной и она вне всякого сомнения не меньше необходима ему. В некотором смысле они оба, обе эти половины, они безумны. И в этом смысле именно для того, чтобы стать образом гностической души Софии премудрости Маргарита должна сочетать себе две части и ту она как бы должна сочетать себе и образ Софии из притчей Соломоновых и образ Вавилонской блудницы Это миниатюра из рукописи 11 века А вот вам современный портрет Вавилонской блудницы Не нужно наверное рассказывать кто такая Вавилонская блудница о том что она из апокалипсиса из Откровения Иоанна Богослова и увидел жену сидящую на звере багряном преисполненным именами богохульными семью головами и десятью рогами и жена была обречена в порфиру и багряницу украшена золотом драгоценными камнями и жемчугом Есть еще одна может вы сразу обратили на это внимание Есть еще одна обязательная деталь Вавилонской блудницы И держала золотую чашу в руке своей наполненную мерзостями и нечистотою блудодейства ее И на челе ее написано имя тайна Вавилон великий мать блудницам и мерзостям земным Я видел что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых и видя ее дивился удивлением великим Видите ну как бы тут очень много разных и странных ассоциаций в первую очередь блудница этого образа Вавилона падшего города но блудница еще и женский образ и она упоена кровью святых и кровью свидетелей Иисуса помните Маргариту на балу скоро мы будем купать в крови и кроме того в руке у нее золотая чаша наполненная мерзостью и нечистотою стоит ли напоминать что сейчас мы дойдем до момента в котором Азазела вручит Маргарите золотую чашу с волшебной мазью это гениальная на мой взгляд иллюстрация Сергея Тюнина видите на ней крем Азазела находится в чаше которая похожа на птицу и чаша эта представляет собой что-то вроде портрета Маргариты этако гностическое посвящение наоборот конечно же что мог предлагать сатана во всяком случае Маргарита это чувствовала как чашу вавилонской блудницы два этих начала адская сексуальная страстная исполненная земных нечистот и начало высшее через ад должна пройти Маргарита для того чтобы очиститься обрести своего мастера и вечную жизнь мне так кажется что за этим все время таится женский образ вообще что-то вроде этого каждая женщина мечтает ведь о полете мечтает чтобы быть птицей мечтает соблазнять заманять ничем за это не отвечать когда она юна конечно и каждая молодая человеческая душа мечтает об этом от этого нужно очиститься сначала приняв вобрав в себя скверну доведя ее до максимума став ведьмой только после этого можно стать верной тому самому жениху из евангельской притчи только с этими двумя сторонами душа становится подлинной всякому мужчине нужна Маргарита для того чтобы она поставила в рамки его вольный дух который логос который гуляет в нем и который делает его поступки безумными правда неадекватными как любим говорить мы и всякой Маргарите нужно нужен мастер потому что без него она не взлетит если не почувствует присутствие божественного духа как-то так все это устроено если вам хочется называть их анимой и анимусом ну что ж пожалуйста да Маргарита которая тоскует которая чувствует ненастоящей свою жизнь наверное вы правы Селена и она сама вызывает Азазела наверное и в этом ее верую гораздо больше чем просто верю и надеюсь это же ведь есть призыв к духу святому я всегда пытаюсь сказать и меня никогда не понимают что не так важно что Данте любил иллюзию а не реальную Беатрич мы ведь очень часто любим иллюзии и мастеры Маргарита иллюзорные мы так часто их придумываем есть у меня подозрение что Булгаков тоже раз за разом придумывал себе Маргарит и они даже Елена Сергеевна все равно оказывались не такими каких он ждал и от этого его любовь не становилась более менее вечной менее преданной и менее верной она горит где-то в человеческой душе и когда этот пожар это горение совпадает с реальным партнером с реальным мужчиной или женщиной ну что ж тогда случается чудо это ведь главное чудо мастера и Маргариты их встреча помните я показывал тюнингские пальцы а может быть это иллюзия и лишь придуманная любовь но и она делает человеческую душу подлинной позволяет ей творить позволяет создавать что-то если человек эту пусть иллюзорную любовь старается в глубине своей души хранить потому что здесь нет отличия иллюзии от подлинности там человек во внешнем мире может искать любовь не там где надо в том числе и наши бывшие партнеры он может становиться блудницей или блудником меняя свою любовь на что-то ну не знаю на деньги на постоянство на квартиру на покой которого так не доставала Маргарита по всей видимости а наши иллюзии они все равно остаются с нами и делают нас богаче мы это внутренне ощущаем правда все кто разуверился в любви кто потерял любовь кого предали кого бросили это очень хорошо знают вот это ощущение что все равно моя любовь была подлинной и можно тысячу раз говорить о проекциях об аниме и анимусе но это чувство мы чувствуем как подлинное и оно подлинное для нас как для Данте была подлинной любовь Беатричи которую он видел три раза в жизни и первый раз восемь лет для него эта любовь была подлинной а для нас это великая и никогда не отменяемая божественная комедия и новая жизнь и многое многое другое попробуйте эту любовь упрекнуть в том что она ложная фальшивая неправильная почти иллюзорный мастер любит почти иллюзорную Маргариту потому что таково устройство человеческой души потому что Маргарита как и Беатрича один из образов Софии премудрости которая позволяет человеку даже находясь в царстве материи в царстве тлена лжи фальши обмана пробиваться к недостижимому Богу пробиваться к вечности она становится стеной между сатаной и человеком это же ведь так происходит правда в романе мы как-то обошли вниманием сон Маргариты в этой главе и он тоже на самом деле не прост и тоже требует отдельного обсуждения приснилась междеревья бревенчатая зданица не то оно отдельная кухня не то баня не то чер знает что неживое все кругом какое-то и до того унылое что так и тянет повеситься на этой осине мостик не дуновение ветерка не шевеление облако и неживой души вот адское место для живого человека и вот вообразите распахивается дверь этого бревенчатого здания и появляется он довольно далеко но он отчетливо виден оборван он не разберешь во что он одет волосы всклокочены не брит глаза больные встревоженные манит ее рукой зовет захлебываясь в неживом воздухе маргарита по кочкам побежала к нему и в это время проснулась сон этот может означать только одно из двух рассуждала сама собой маргарита николаевна если он мертв и поманил меня то это значит что он приходил за мною я скоро умру это очень хорошо потому что мучением тогда настанет конец или он жив тогда сон может означать только одно что он напоминает не о себе он хочет сказать что мы еще увидимся и этот сон тоже многословен кто-то видит в нем пророчество о некоторую некоторую пародию на тот покой в который волн приведет нашу возлюбленную пару о гностическом значении этого эпизода мы еще поговорим а для кого-то это сугубо лагерная сцена Маргарите снится что ее возлюбленные где-то в гулаге и именно так эту сцену воспринимает большинство зарубежных художников и возможно это так и есть вот у Питера Суарта этот сон вот просто да мастер в лагере в рамке в серых тонах но на самом деле это снова для меня абсолютно гностический сон потому что в этих в этой серости в этом в этой безнадежной унылости пасмурном небе то есть в мертвом пейзаже есть зовущий мастер который хочет чтобы Маргарита в этом сне чтобы она его оживила без нее вся жизнь мертва вот собственно говоря что снится Маргарите и конечно же опять есть у меня тайное подозрение что большинству из нас это ощущение знакомо по потерянной любви когда мир становится мертвым этот сон как весть по-моему замечательно увидела Татьяна Зеленченко замечательная отечественная художница рисовавшая иллюстрации к мастеру Маргарите он для нее предчувствие встречи и это обнявшаяся пара этот мистический брак и есть портрет человеческой души которая до нахождения пусть иллюзорный любимый или пусть иллюзорного любимого до нахождения любви может быть только блудницей меняющей свое тело свои знания на что-то ну там на вещи одежду еду деньги счета яхты человеком мы становимся только тогда когда встречаем в другом человеке подлинный дух или когда встречаем в нем в ней подлинную реальность даже если мы обманываемся с этого начинается полет души иначе душа человеческая не рождается ну вот это почти реальная фотография ретро ателье и такой милый милый азазела протягивает Маргарите золотой сосуд вавилонской блудницы на мой взгляд ну и конечно все время не успеваю показывать примерно половины рисунков которые готовлю вот на замечательных рисунках Евгения Штырова один из немногих рисунков где есть процессия которые мы тоже совершенно не упомянули где несут безголового берлиоза а теперь это правда не имеет значения потому что вы же знаете наверное что православная церковь во все времена была категорически против кремации и кремация всячески внедрялась и пропагандировалась в 20-е годы хотя первый крематорий конечно же в Москве заработал с большим скрипом и трудностями в 1927 году только и способ похорон это был новый и решительно не имело значения ну человек же больше не мог восстать как верили в это ранние христиане которые хранили друг друг рядом для того чтобы восстать тоже всем вместе но новая власть больше не верит в возможность возрождения ни души ни тела поэтому в общем-то не имеет значения была ли у попа голова или нет и там идущие писатели они как раз подчеркивают эту самую кремацию и жутковатый для Булгакова оттенок невозможности возрождения после кремации как мне кажется здесь звучит это новое и очень прогрессивное для России для Советского Союза способ захоронения не хочу заканчивать на этом поэтому вот обнаженная и загадочная Маргарита готовится намазать свое тело кремом и возродиться для этого как минимум нужна голова ну а обо всем остальном во время нашего следующего разговора простите грандиозную задержку записи в начале и не забывайте пожалуйста мне очень плохо говорить будет перед пустым залом о том что в эту субботу послезавтра в 15.00 я жду вас всех в доме журналистов на Нехитском бульваре дом 8А в Москве для того чтобы поговорить ну в частности о том как появлялся гностицизм и как устроена душа человеческая с точки зрения этого учения спасибо вам люди приходите пожалуйста спокойной ночи